В самом деле, имея ввиду, что Земля наэлектризована отрицательно, а наше тело биполярно, то в случае нарушения в нем электрического равновесия, безразличной от каких причин, должны происходить явления увеличения или уменьшения веса, сообразных с тем, какое из электричеств преобладает в организме в данный момент. Предположим, например, что вследствие или магнетизирования болезненного или состояния субъекта, или, наконец, по его воле, упражнение может выработать способность произвольного выделения того или другого электричества, даже в известном направлении. Положительное электричество будет выделено из организма. Тогда вследствие одноименности электрического состояния Земли и человеческого тела, должно произойти отталкивание последнего от Земли. Причем, чем положительным электричество осталось в организме меньше, тем это отталкивание будет сильнее. Стало быть, вес тела меньше или даже оно может совсем отделиться от Земли. В том случае, когда тело, хотя и потеряло в весе, но еще остается на поверхности воды, достаточно иногда малейшего внешнего импульса в виде, например, возложения рук в разноименном положении, магнетических пасов и тому подобное, чтобы оно отделилось от Земли. Вода, как среда, хорошо проводящая электричество, и наэлектризованная подобность Земли, на поверхности которой она находится, отрицательно, способствует увеличению электрического потенциала организму. Легко понять, что если взаимное равновесие обоих электричеств в теле человека уже несколько нарушено в сторону преобладания отрицательного электричества, то вода, как электроотрицательная среда, притягивая положительное электричество, будет удалять его из тела, а значит упомянутое неравновесие перейдет еще более на сторону отрицательного электричества, вследствие чего произойдет усиление отталкивания тела от воды. Этим объясняется давно подмешенное многими наблюдателями явление влияния воды на погружение субъектов в магнетическом состоянии. Причем некоторые из них впадают в сомномбулизм даже уже при приближении к морю, что впрочем объясняется насыщением воздуха вблизи последнего парами воды. Из этого само собой вытекает предположение, что магнетизирование и погружение субъекта в сомномбулический сон есть не что иное, как искусственное нарушение электрического равновесия в организме путем уменьшения в нем положительного электричества. В подтверждение высказанного нами предположения приведем здесь результаты опытов профессора Штейгленера в Ингольштадте, Приказав сделать два совершенно одинаковых латунных цилиндра и доведя их на хороших весах до полного равенства и в весе, он наполнил их одним и тем же количеством воды. Затем отложив один из сосудов в сторону, но оставив в той же комнате, Штейгленер снял другой из весов и стал его электризовать в весе с водой в течение часа. Когда после того оба сосуда были поставлены на те же весы, то оказалось, что электризованный весил на 12 грамм менее. В другом опыте тот же профессор положил на чашку весов птицу и стал ее электризовать. Во время этой операции он заметил, что животное делалось с каждой минутой легче, и к концу двухчасовой электризации вес птицы уменьшился на несколько гран. Но я не мог, говорит экспериментатор, определить точную величину, потому что она менялась в зависимости от состояния машины и воздуха. Эта разница в весе колебалась между 8 и 12 гранами. Абатноле пришел почти к тем же результатам. Электризуя кошку в течение 5-6 часов, он уменьшал вес ее на 66-70 гранов, а голубь за такой же промежуток времени терял в весе от 15 до 20 гранов. Но понятно, если в нашем теле будет вследствие чего-нибудь преобладать не отрицательное, а положительное электричество, то произойдет увеличение веса, могучее дойти до того, что субъекта, притягиваемого землею, нельзя будет сдвинуть с места. Такое преобладание положительного электричества в пациенте может достигнуть путем того же магнетизирования, но с соблюдением условия, чтобы субъект постепенно наэлектризовался положительно, что возможно достигнуть, отнимая от него отрицательное электричество, прибавляя положительно, или производя то и другое одновременно. Встречаются, впрочем, субъекты, которые обладают способностью, произвольно управляя своей электрической силой, в связи с чего они могут, по желанию, делать себя настолько тяжелыми, что их никто не в состоянии ни поднять, ни даже сдвинуть с места. Заметим, что эту способность можно опять-таки выработать посредством соответственных упражнений. Но одновременное обладание обеими способностями, произвольным уменьшением веса, доводящим до левитации, и утяжелением до прирастания к земле, если и встречается в одном субъекте, то вероятно, чрезвычайно редко. По крайней мере, нам не пришлось об этом когда-либо слышать, и мы даже сомневаемся, возможно ли оно. Пояснение. Но если эта двойная способность вряд ли встречается в одном субъекте, в зависимости от его воли, то этого нельзя сказать, когда он подчиняется влиянию чужой воли, когда его магнетизирует Мирвиль. Говорит, что по воле магнетизера, самнамбула, которую автор нес на плечах, делалась то бесконечно легкой, то невыразимо отягощала плечи. Иногда магнетизер, находившийся на другом конце комнаты, заставлял одним движением самнамбулу прирасти к полу носками ног, и тогда четыре человека не могли ее сдвинуть хоть на волос. Фактов подобного рода масса стоит только порыться в литературе. Мы же только отмечаем их существование. Если теперь, после всего, что было сказано, читатель возьмет на себя труд подумать над значением электричества в нашем организме, то он, вероятно, придет к заключению, что многие явления, которые прежде толковали, не принимая во внимание этого важного агента, в настоящее время уже не могут быть объясняемы без указания его роли. И даже возможно, что ни одно из них окажется, если не в полнейшей причине, в причинной связи с электричеством, то, по крайней мере, в большой от него зависимости. В самом деле, разве всем известны и явления паралича, движений вследствие страха или чувства, необычайно их легкости, в некоторых случаях, не могут быть обусловлены соответственным состоянием организма по отношению к электричеству. Да и что такое в сущности паралич движений, от чего он происходит? Ведь физиология дает нам, строго говоря, одно только механическое объяснение явления. Между тем, если принять во внимание электрическую теорию, назовем так для кратности защищаемую нами гипотезу, то многое станет гораздо более ясным. Что ужас должен сопровождаться выделением электричества, это не подлежит сомнению, так как столь сильная эмоция не может не повлиять на усиление электрического излучения. На этом, с одной стороны, убеждают нас опыты профессора Тарханова, с другой всем известное явление вставание волос дыбом. Сопоставляя с этим обстоятельства, что в случаях крайней опасности, часто особенно у женщин, перерастают ноги в земле, у нас невольно возникает мысль об упомянутой высшей электрической причине этого явления. Конечно, здесь приходится иметь в виду и прежнее объяснение, паралич двигательных центров, но вопрос в том, нет ли тут причинной связи между обоими явлениями. С точки зрения электрической теории, всем знакомое чувство тяжести в ногах, являющейся, как говорят, ни с того ни с сего, но на самом деле, если наблюдать за собою, связанное с предшествовавшими нравственными потрясениями или иными причинами, действующими на нервную систему, заслуживает не меньшего внимания. Здесь, как и в страхе, должно происходить выделение отрицательного электричества. И наоборот, легкость движений, по-видимому, указывает на равновесие обоих электричеств в организме, или даже преобладание в нем отрицательного электричества. Чувства, связанные с преобладанием в организме отрицательного электричества, сопровождающего, по нашей теории, сомнамбулическое, экстатическое и другие сродные состояния, не исключая и так называемого медиумического транса, очень, как говорят, испытавшие их субъекты, приятно. Какая-то необыкновенная легкость во всем теле, какое-то чувство отсутствия связи с последним, словом, что-то освобождающее нас от бренного организма со всеми его тягостями, характеризует высшие степени преобладания отрицательного электричества в человеческом теле. Это и есть то блаженное состояние, о котором так часто приходится считать в старинных сочинениях по оккультизму. Удовольствие, испытываемое людьми, погружающимися в подобное состояние, объясняет, почему, несмотря на крайнюю степень вреда, причиняемого частыми нарушениями электрического равновесия, они все-таки не решаются отказаться от занятий спиритизмом, как обыкновенно публика называет опыты, связанные с возбуждением односторонней электрической деятельности организма. Ссылка. Как известно, большинство спиритов и факиров Индии кончает сумасшествием, что объясняется помимо постоянного философского блуждания и мнимого общения с духами, еще и частыми нарушениями равновесия, вследствие которого ненормальное состояние делается в конце концов настолько обычным, что уже не разберешь ничего. состояние медиумического транса до того должно быть приятно, что одна дама, известная медиум госпожа Юргенссон, говорит, что она без этого жить не может. но если небольшие, однако частые нарушения равновесия могут быть вредны, то большие тем более, так как при них развиваются некоторые нервно-патологические изменения, по-видимому, находящиеся в функциональной связи с подобными нарушениями. Отсюда понятно, что не всегда психически больные, которые иногда выражают опасения, что их может унести ветром, страдают галлюцинациями мускульных чувств. Вообще, пока вопрос о роли электричества в нашей нервно-мозговой деятельности не будет в достаточной степени разработан, до тех пор мы не будем в состоянии неправильно относиться и понимать сущность душевных болезней, не их лечить. В заключении нашего рассмотрения вопроса об уменьшении веса человеческого тела в некоторых случаях позволим себе привести здесь в качестве иллюстрации случай, передаваемый Ребусом, 1894 год, номер 51, но мы приводим его по переводу. Молодой человек, только что произведенный в Мичманы, проводя лето в Павловске, в кругу своей семьи, состоявшей из отца, матери и горячо любимой сестры, получил предписание отправиться в месячное плавание. Все родные провожали его до порога, где он сел на корабль до порта. В момент отъезда молодой моряк, которого с малых лет связывалось с сестрой и самое нежное, доходившее до обожания, взаимной привязанности, сказал, не забывай обо мне, ты называешься Вера, а Вера нас спасает. Думай обо мне, и все пойдет хорошо. Будь покоен, отвечала ему молодая девушка, я буду часто думать о тебе, но не очень рискуй на море, оно такое страшное. Отец постарался шуткой прекратить эту печальную сцену расставания. Проходили недели, от молодого моряка получались частые письма, совершенно успокоившие семью, которая начала уже считать дни до возвращения. Погода была все время хороша, но вдруг она переменилась, небо покрылось тучами, и начались дожди. Один день ведался особенно скверным, с утра шел проливной дождь и дул сильный ветер. Весь этот день Вера была крайне нервной и возбуждена вследствие беспокойства о брате. К вечеру она до такой степени расстроилась, что родители предложили ей лечь. В десять часов все в доме было спокойно, но буря бушевала с полной силою. Вдруг из комнаты молодой девушки раздался страшный крик. Оказалось, что она находилась в сильном припадке истерии или, может быть, состоянии так называемого медиумического транса, так что ее едва удалось успокоить. Потом девушка рассказала, что несмотря на то, что она, по-видимому, не спала, ей пришлось видеть страшную вещь. Вначале все казалось покрыто ужасным облаком. Буря свирепствовала вокруг меня и гром оглушал меня своими раскатами. При свете молнии я различила взволнованное и покрытое пеной море. Вдруг оно на мгновение осветилось красным светом, и я увидела своего брата, борющимся с волнами. После этого наступил опять мрак. Немного погодя, вторая молния прорезала тучи, и при ее свете я опять увидел моего брата, лежащего на скале, с головой покрытой кровью. Страх и ужас разбудили меня. На другой день была получена следующая телеграмма «Жив-здоров! Спасибо, Верочке! Приеду на следующий день! Ваш сын Энн!» Прочитав после того на другой день утром в газете известия о крушении корабля, на котором служил молодой человек, его отец тотчас отправился в Кронштадт, где нашел своего сына живым, но с раны на голове. Молодой человек приблизительно рассказал отцу следующее. В день крушения корабля находился ввиду Аоланских островов. Все предвещало близкую бурю. После восьми часов, напившись чая и одевшись в тепле, мишман вышел на палубу, чтобы наблюдать бурю, которая действительно была настолько сильна, что судно не могло бороться с волнами и должно было отдаться их течению. Не раз молодой человек думал в это время о своих, о родительском доме, и, думая таким образом, он просил сестру молиться за него, его товарищей, против почти неизбежной смерти. Вдруг среди шума урагана раздался страшный треск, это судно налетело на скалу. Сотрясение было так сильно, что все попадали на пол, а мишман Н. вылетел за борт. В надежде на помощь он пытался бороться с волнами, направляясь к кораблю. Ветер донес к нему команду «Се на палубу!» Красный луч прорезал мрак и раздался выстрел из пушки. Вскоре он убедился в тщетности борьбы с громадными волнами и, предав себя в руки всемогущего, позволил им нести себя вдоль, вдаль, когда внезапно он заметил приближание к нему легкого светлого тумана, который понемногу стал принимать человеческую форму. И в этом белом видении он узнал свою сестру Веру. Она улыбалась ему, протягивая руки, словно показывая определенное место. Брат следовал за призраком сестры. Он не помнил, сколько времени и куда плыл таким образом. Вдруг он почувствовал сильную боль в голове и потерял сознание. На другой день его нашли рыбаки на песчаной земле в расстоянии 10 миль от места крушения корабля, оказавшегося еще на воде, но покинутого экипажем, который, спасаясь на шлюпках, стал добычей моря. В этом примере читатель, знакомый с предыдущими главами, в особенности той из них, где была речь о телепатии, не найдет здесь много для себя безусловно необъяснимым, насколько удовлетворительно, это другой вопрос, а экстатически сомнамбулическое, под влиянием явлений и действий воды, состояние Н, сделавшее его легким, должно дополнить остальное. В данном случае немыслимо допустить, говорится в виде дополнения к рассказу, что утопающий, под влиянием мучительного впечатления опасности, стал сомнамбулизм. Видение его сестры, с которой он был в тесно-симпатической связи, делает гипотезу еще более вероятную. Ссылка. Помещаем это объяснение левитации господина Битнера, как весьма правдоподобное. Но вообще с господином Битнером, большей части, несмотря на силу, живость и изящный слог его изложения, при его грубо реальных воззрениях на психику человека, мы лишь в редких случаях согласны. Григорий Диченко. Глава 17. Телекинетия и веспособность человека на дальнем расстоянии производить движение предметов. Опыты физика Рейхенбаха. По словам телекинетия, разумеется, столоверчения и другие движения предметов без прикосновения к ним. Здесь прежде всего опишем опыты со столоверчением знаменитого физика Рейхенбаха. Общество, состоявшее из восьми сенситивов, рассказывает Рейхенбах, имело терпение предварительно выжжать в течение двух часов, пока все члены совершенно ясно стали видеть адический свет. И тогда только оно было приведено мною к приготовленному большому круглому столу для верчения. Светящиеся пальцы, положенные на стол, распространяли по нем две длинные прямые светлые полосы, каждый палец особо. Кругом с краев образовалось широкое светящееся кольцо, столь широкое, насколько были длинные руки. В середине стола образовалось большое круглое светлое пятно, в котором соединялись полосы пальцев. Свет от него и кольца увеличивался, оба становились больше, росли в направлении друг к другу, соединялись, и вся верхняя доска стола оказалась светилась, словно была покрыта белой салфеткой. Теперь наступило время, когда стол начал скрипеть, трещать, качаться, и тут же открыл свое движение. В момент, когда он вступил в движение, его свет был самый сильный. Нога стола светилась, ее подножки, в то время, когда они скользили по полу, оставляли на нем широкие светящиеся полосы, на которое ступали люди, следуя за столом. В течение этого времени стали постепенно светиться и участники. Они получили вид одетых в белоснежные одежды, своими беломраморными руками и лицами они казались подобны живым статуям, и были настолько отчетливы, что люди по чертам лица узнавали друг друга. Прежде чем стол пришел в движение, люди еще сидели вокруг него, из его среды поднялся светящийся клубок, который расположился на его плоскости. Сначала он был по величине сравниваемым одними с колоколом воздушного насоса, другими с дыней, затем третьими с кочаном капусты. Потом он стал все более расти в вышину, наконец достиг потолка, и грозно стоял посередине, подобно красивой, светящей, таинственной круглой колонне. На потолке образовалось беловатое величиной в стол светлое пятно, вокруг него венок из светлых кружков, которые были произведены головами кругом сидевших. Не зная, что это за чрезвычайное явление, я заставил моих сенситивов отнять все ноги от ноги стола и задвинуть их, сколь возможно, дальше под стулья. Немедленно световая колонна побледнела, и прежде чем прошла одна минута, она почти совсем исчезла. Когда ноги были выдвинуты вперед, потом убраны назад, колонна встала опять и поднялась к потолку, чтобы потом снова исчезнуть. Теперь я позволил приложить к ноге стола одни только правые ноги. Колонна встала опять, но теперь она была бледно-голубая. Я заставил правые ноги убрать, а левые выдвинуть вперед, к столовой ноге. Голубой исчезла, и колонна блестела теперь ярким, красновато-желтым светом. В предыдущих главах мы старались показать, что наш организм с внешней стороны представляет собой нечто вроде крайне сложной электрической машины, действием которой обуславливается выделяемое организмом светящееся излучение, названное Рейхенбахом одическими. В настоящее время после открытия их случаев, случайно сделавшихся знаменитостью рентгеном, оказывается, что нечто похожее уже было известно Рейхенбаху, который описал его свойства и до известной степени даже предугадал возможные значения для медицины. Со временем, говорит он, можно будет достигнуть того, что ткани нашего тела сделаются прозрачными и доступными зрению, по крайней мере, счастливо организованных личностей. Которые способны видеть лучи ода через различные, в обыкновенном смысле, непрозрачные предметы. Госпожа Рейхель вполне ясно различала через плотно закрытые ставни все, что находилось снаружи. Хотя для обыкновенных людей в комнате было совершенно темно, и в ставне не было ни малейшей щелочки, через которую могло бы проникать лунное освещение. Рейхенбах выносил из комнаты всевозможные вещи, делал ими различные движения, переставлял их и так далее. И госпожа Рейхель при лунном сиянии все вполне ясно различала, словно окно, вместо закрывавшей ее и освещенной луной медной пластинки, было снабжено обыкновенным стеклом. Заменяя медный лист железом, цинком и так далее, результаты получались те же. Но если металл покрывался слоем извести, то ясность уменьшалась. Из всех испытанных Рейхенбахом металлов олово оказалось менее всего прозрачным для одических лучей. Все это вполне согласуется с новейшими наблюдениями профессора Рентгена, который говорит, что олово уже при толщине полтора миллиметра становится непрозрачным до их случей. Рейхенбах приводит много случаев такого рода видения через непрозрачную среду. Один, например, сенситив до такой степени ясно видел через обитый жестью ставень, что ему даже казалось, будто в нем находится отверстие, в отсутствие которого он принужден был убеждаться при помощи осязания. Он уверял, что прекрасно видеть не только освещенный луной и Дунай с его мостами и окружающими деревьями, но даже окрестные горы. Вообще нельзя не обратить внимание, что значительное большинство встречающихся в литературе случаев подобного рода видения имеет место во время лунного освещения, которое, по замечанию Рейхенбаха, имеет много адических лучей. С другой стороны, этот ученый обратил внимание, что не только металлы, но бумага, картон, дерево и другие вещества более или менее прозрачны для лучей ОДА, и степень этой прозрачности вполне согласуется с наблюдениями рентгена и других современных ученых. Мало того, в настоящее время, как известно, Х-лучи получаются не только через пропускание индуктивных токов через Круксовые трубки, но и от электрической машины, а также от некоторых природных тел или многих светящих животных, Рейхенбахом было сделано указание на выделение ОДА электрической машиною. Госпожа Г. Р. рассказывает он, любила прикасать с отыльной стороной пальцев руки кондуктору электрической машины, так что электрический ток проходил сквозь ногти, при этом, по ее словам, пальцы и ее руки казались ей настолько прозрачными, что она могла различать в них нервные волокна, вены, сухожилия, связки и тому подобное. Сходство одических лучей с их случаями доходит до мелочей, но мы не станем на них останавливаться, а укажем только на главнейшие черты. До недавнего времени полагали, что рентгеновские лучи не могут преломляться. То же можно сказать и по отношению к одическим лучам. Теперь это мнение, по-видимому, изменяется, но для стекла и многих других обычно употребляемых с этой целью веществ. Эта непреломляемость остается, несомненно, фактом. Говоря, однако, об ОДИ, как в синониме их случей, следует иметь в виду, что последние, строго говоря, представляют собой лишь составную часть излучения нашего организма, подобно тому, как они входят в состав искры статистической электрической машины. Другими словами, их случаи могут уподобляться ОДУ лишь в известном отношении, именно в смысле проницаемости его через разные непрозрачные тела и так далее. В действительности же одические излучения представляют собой явление сложное. Это видно уже из того, что они обладают, как уже известно читателям, полярностью. Когда я предложил, говорит Рейхенбах, положить на стол одни только правые руки, убрав все левые, то световые явления сделались более сероватыми, до голубоватости. Когда я заставил вместо того убрать все правые руки, положить одни только левые, то общее освещение усилилось, яркость выиграла в интенсивности. Серовато-голубой оттенок исчез, и его место заняла желто-красная окраска во всех одических световых явлениях. Во время опыта цепь из рук не была замкнута, руки не соприкасались. Из этого опыта, между прочим, видно, что с началом движения стола интенсивность одического света значительно увеличивается, не только в столе, но и в участвующих лицах. Что эти света доходят до радужных, что от мужских рук они темнее, а от женских светлее. Из прекрасных, оставленных нам Рейхенбахом описаний явлений, сопровождающих столоверчение, очевидно, что движение стола обязано своим происхождением, выделяемой нашим организмом силе, то есть представляет собой явление физическое объяснение. Нельзя в данном случае не поблагодарить господина Битнера книгою которого мы в настоящем случае пользуемся. За то, что он, вооруженный естественно-научными данными, дал, кажется, удовлетворительное объяснение загадочному явлению столоверчения. Через это узкопонимаемому спиритизму, видевшему здесь духов, нанесен значительный удар. Григорий Диченко. Госпарен в своем сочинении приводит много примеров того, как стол выстукивал кем-нибудь задуманное число ударов. При этом опыты производились таким образом, что желаемая цифра записывалась, и ее показывали только одному из участвующих в цепи лиц, при том тому, которая сидела против стучащей ножки, и стало быть, не могло на нее действовать руками. Задуманное число всегда точно выстукивалось. Когда же раз, к удивлению присутствующих, стол, несмотря на долгое ожидание, ничего не хотел стучать, то оказалось, что на бумаге было написано О. Если среди участников опыта двое задумывают разные числа, то стол будет повиноваться тому, чья воля сильнее. Например, один задумал, положим, 10 ударов, а другой 15. Если первый обладает более сильной волей, то стол простучит только 10. Когда же будет наоборот, то после того, как стол простучит 10 раз, следующие 5 ударов будут уже гораздо слабее. При большем числе лиц, принимавших активное психическое участие в опыте, происходят и разные соответственные комбинации. Направление и характер движений стола, кроме психического воздействия, зависит также и от способа движения рук. Если по замечанию Рейхенбаха экспериментирующие расположатся не вокруг стола, но займут одну только его сторону, и положат пальцы на стол параллельно друг к другу, то произойдет не вращение стола, а прямое его движение. Да знало, что расположив соответственным образом руки на теле человека, может заставить его вертеться подобно безжизненному столу. Мало того, это движение может быть согласовано с волей экспериментаторов, так что человек будет бессознательно производить разные движения, число которых строго соответствует задуманному. Один из моих товарищей рассказывает Дюпоте, после того, как он положил руку на лопатки ГМ, привел его, несмотря на его сопротивление во вращение, обращая внимание на происходящее с ним, говорил М, он сначала почувствовал вращательное движение в голове, которое вскоре охватило его тело и принудило его к послушанию. Некоторые испытываемые лица, когда их магнетизируют, действуют подобным же образом, как и столы. Как и последние, они отвечают посредством стуков или иным условленным способом. Действуют, например, на горизонтально протянутую руку субъекта. На вопрос, например, сколько монет имею я при себе, сколько лет мне, который час на моих часах, рука поднимается и отвечает определенным числом стуков. Как и со столами, ответы часто бывают верны, но иногда ошибочны. Когда субъект освобожден, он не сохраняет ни малейшего воспоминания происшедшим. В числе условий благоприятствующих стола вращению, теплота рук и комнаты, в которой происходит опыт, и нагревание верхней доски и стола заслуживает особенного внимания, точно так же, как и здоровье участников опыта. Временное нездоровье и нерасположение кого-нибудь из них может совершенно парализовать успех. Половые эксцессы тоже оказывают большое влияние на столоверчение. Не менее замечательно также, что если на стол поставить стакан с водой, то это незначительное обстоятельство парализует его движение. Вообще сухость употребляемого для опыта предмета является непременным условием успеха. Если теперь читатель возьмет на себя труд резюмировать все до сих пор сказанное относительно вопроса о столоверчении, то вряд ли будет в состоянии согласиться с мнением, согласно которому единственной причиной движения стола является механическое давление пальцев. Эту теорию, как известно, предложил Фарадей, и во многих случаях, когда движение совершается посредством наложения рук, предположение существования бессознательного механического давления многим может казаться довольно вероятным. Но так как оказывается, что это движение совершается и без всякого соприкосновения, стало быть, о механическом давлении здесь не может быть и речи. А приходится искать другого объяснения, то очевидно, что и в первом случае дело вовсе не в непосредственном давлении. вовсе 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 Продолжение следует...